Праздник для читателей и для коллег. Библиотека имени Пушкина во второй раз провела большую вечернюю программу. Здесь развлекали читателей до полуночи, создавали настроение. В программе вечера живые музыкальные концерты, просмотры новых книг, специализированные подборки роскошных изданий о моде и разнообразные мастер-классы. Татьяна Кобылкина рассказала, как с помощью волшебных узелков превратить платок в парео или шарф. Если мы сложим его просто прямоугольничком, то у нас получится коротенький шарф. По сути шарфа шина. Для тех, кто любит разгадывать загадки, библиотекари подготовили живые картины, где надо было отгадать автора и название. В одном из читальных залов предложили познакомиться с коллекцией настольных игр. Сейчас в библиотеке очень много занимается интерпретацией текстов. С самыми разными жанрами работают. Ну и Пушкинская библиотека в том числе экспериментирует очень много. То есть так появились у нас выставочные площадки. Теперь вот целое направление у нас музыкальное с появлением нашего рояля. Это цикл музыкальных вечеров. Это встречи с писателями. Это очень разные жанры. То есть вот и историческая реконструкция у нас появилась. На традиционную встречу с необыкновенным рассказчиком библиотека пригласила дизайнера Алексея Ворона. Тема беседы – визуальная гармония человека. Советы о том, как правильно донести информацию о себе с помощью одежды. Ну, есть некоторые каноны, правила, что любой человек, соблюдая которые, он может всегда органично выглядеть в любой ситуации. Их три канона – это сила формы, сила цвета и сила содержания. То есть самое простое – это вот сила цвета. Максимум сочетайте в одежде три цвета. Либо в одном тоне. В июне библиотека имени Пушкина продолжит борьбу за настроение читателей. Ожидается Большой губернский бал, Пушкинский день России, библиотека в парке и много других событий.